Привет всем и добро пожаловать на канал Andvalife, с вами Блэк Эймен. Темой очередного выпуска Каланту Мобиле будет научное судно Эндовар, распродажа которого была на этой неделе. А также мы немного поговорим о прошедшем на днях самом ожидаемом мероприятии года Star Citizen Итак, Эндовар. Эндовар это 200-метровое судно-конструктор с довольно большим количеством различных модулей. Формат продаж Эндовара, кстати, отличается от обычного. Продаются не корабли различного модельного ряда с различным корпусом, а просто базовый корпус Основа плюс набор модулей. Ближайшей аналогией по типу продаж был Ретриатор. Корпус Основа представляет из себя корабль, состоящий из двух частей, умеющих летать отдельно друг от друга. Головная часть, обладающая усиленной бронёй и щитами, может отделяться и летать по своим важным научным делам. Кормовая же часть содержит крепления для модулей, прыжковый двигатель и основные маршевые двигатели. Так как мы все, хоть и не по своей вине, являемся заложниками арены Commander, то первый вопрос, который приходит в голову, это а сколько же пушек можно поставить на эту бандуру? С пушками у этого корабля не очень. Завещать нашу обитель высоколобых будут всего две необитаемые турели с орудием третьего размера. Не густо, прям скажем. А что же у нас со щитами? Всплывает закономерный второй вопрос. А со щитами у нас непонятно. На корабле, согласно спецификации, стоят три щита четвёртого размера. Напомню, недавно разработчики ввели новую систему, в которой существует всего четыре размера щитов. Маленький, средний, большой и огромный. Четыре маленьких щита равны одному среднему, четыре средних одному большому, четыре больших одному огромному. Так вот, непонятно, что означает четвёртый размер щита. Это один огромный щит, который четвёртый в списке? Или это средний, который равен четырём мелким? Я склоняюсь к тому, что цифра 4 вообще ничего не значит. Всё ещё сто раз поменяется. Но, согласно роли корабля в игре и тому, что разработчики говорили, что Эндовары и его отделяемый командный модуль смогут залетать в фотосферу звёзд, мне кажется, что щиты будут хорошими. Три больших, скорее всего. Ну и последний, самый главный вопрос, касающийся боевых возможностей Эндовара. Сколько истребителей сможет обслуживать Эндовар? И можно ли из него сделать маленький летающий авианосец? Ответ на это таков. Однозначно нет. Эндовар будет помещать два катласа или четыре одноместных истребителя типа Хорнета. При этом физический в ангар может поместиться и больше истребителей, но в этом случае Эндовар не сможет лететь. Так что делать авианосец из Эндовара, на мой взгляд, так себе идея. Эндовар – это целиком модульный корабль. Помимо того, что у него разделяемая основа, Эндовар может состоять из разнообразного набора различных модулей, специализирующих судна по ту или иную роль. Принцип установки модулей таков. На заднюю двигательную секцию можно повесить максимум три симметричных модуля. Есть модули, которые занимают два модуля места. Есть модули, занимающие одно модуль места, но при этом имеющие ограничения по количеству. К ним относятся, к примеру, телескоп. Модули Эндовара делятся на три типа. Научные модули. К ним относятся модули. Модуль телескоп, биокупол, исследовательские лаборатории и с натяжкой супер коллайдер. Модули общего назначения – это ангар, увеличенные топливные баки, расширенные каюты экипажа и медицинский блок. Боевые модули. На данный момент их нет, но они анонсированы. Это будет нечто, занимающее два модуля места с дополнительными щитами и турелями. Разработчики думают над несимметричными модулями, но они создают несимметрическую нагрузку, что затрудняет управление и маневрирование кораблем. Водить эту механику или не водить пока еще не решено. Итак, если абстрагироваться от различных атмосферных деталей и подробностей, то у Эндовара есть три роли. Первое – фарм-машина. Второе – точка респауна для раненых и убитых пехотинцев. И третье – нечто типа перевалочной базы со складом и мастерской для модификации оружия. Фарм-машины будут двух разновидностей – теплицы и исследователи. Чисто теоретически, теплицы более выгодны с точки зрения фарма. Поставил у нужной звезды, нашел пару рабов в неписи и на прополку, и стряги бабло. На исследователей же нужно постоянно куда-то летать, что-то искать, прятаться от пиратов, вандулов и враждебных кланов. И, соответственно, фарм будет нестабильным. Как занятие для души – нормально, а с утилитарной точки зрения, как мне кажется, не очень. Но тут многое зависит от степени прибылисти, что будет настраиваться разработчиками в будущем. Наиболее нормальный сетап для фермы – это два агродомика плюс ангар для вывоза сена. Для исследований – это две лаборатории и один телескоп. Точка респауна, или мобильный госпиталь, нужен для того, чтобы во время абордажных сражений тяжелораненые пехотинцы подлечивались и опять шли в бой. Очень интересная, нестандартная и атмосферная реализация респауна, на мой взгляд. Дает широкий простор для тактических ухищрений и отличает командный шутер Star Citizen от множества конкурентов. Представьте, помимо абордажной команды, вам нужно организовать команду санитаров, десантный транспорт, его прикрытие, прикрытие летающего госпиталя и так далее, и так далее, и так далее. Лепота. Сетап, медицинский модуль и ангар. Тут вариантов нет. И наконец, последняя роль. Что-то типа мастерской. Нужна будет такая мастерская для улучшения корабельного оружия. Ну и возможно, как какая-то пересадочная база. Сетап, Супер коллайдер и ангар. Насколько будет важна эта роль и нужен ли клану отдельный такой корабль, неизвестно. Скорее всего, проще будет использовать неписерские мастерские или мастерские на аутсорсе. В целом, Эндвор получился неплохим и атмосферным корабликом, который отлично вписывается во вселенную Star Citizen. А теперь перейдем к новостям. Это была горячая неделя. Всем известно, что в эту субботу, 10 октября прошел Star Citizen Con, изюмкой которого было вступительное видео в Squadron 42, в котором играли Гарри Олдман, Джиллен Андерсон и ряд других менее известных актеров. Одиночная компания обещает быть киноблокбастером в мире игр. Я просто в восторге. Также показали немного начального геймплея компании. Начальным капшипом в компании будет Идрис, который изнутри оказался просто жутко громадным и необъятным. И это ведь самый маленький из капшипов. Представляю, насколько огромным будет Бенгал. Вот тут на практике мне пригодится мой багги. Шутер от первого лица объединяют с сарковым и социальным модулем и выпускают вместе, как Star Citizen Альфа 2.0. Попутно показали немного геймплея от Альфы. Геймплей впечатляет. Пообещали, что это будет скоро. Очень скоро. Ждем, ну прямо таки с огромнейшим нетерпением. На сайте представили карту известной галактики с системами, планетами и червоточинами. Выглядит отлично. Если в игре будет такая карта, то это просто супер. Хотя на данный момент все интерфейсы, представленные в игре, удручают взять хотя бы текущий голостол. Это просто ужас какой-то. В честь события Циги выкатили абсолютно новый концепт. Регулярный истребитель Сейбер от Aegis. Он занимает нишу между Гладиусом и Хорнитом. Слабее Хорнита по огневой мощи, но сильнее Гладиуса. Заявляется, что он более незаметен, нежели регулярный Хорнит. Возможно, более слабая огневая мощь будет скомпенсирована более серьезными ракетами. Посмотрим. А выглядит он классно. Руки так тянутся что-нибудь расплавить. На сегодня все. Подписываемся на канал. С вами был Black Eyed Man. Всем спасибо. Всем пока.